Приветствую вас, друзья! Вот и настало время продолжить рубрику «Мелочи и факты». Миф сокращенно. В прошлый раз мы с вами разобрали интересные подробности о Сильвании, Андуине и Джайне. В этот раз коснемся легендарной троицы. Встречайте Тиранду, Иллидана и Малфуриона. Начнем мы с Тиранды. Несменное оружие Тиранды Элунтара, лук Верховной Жрицы, с которым она не расставалась тысячелетиями, до тех пор как в событиях Battle for Azeroth не сменила его на две глефы, став ночной воительницей. Изначально планировалось, что Тиранда появится в первой версии вступительного сценария Расколотых островов и сюжет будет строиться вокруг нее, но впоследствии Близзард все поменяли. Круг Кенария, пожалуй, единственная организация ночных эльфов, которая действует вне власти Тиранды. Тиранде не нравится, когда к ней обращаются как к королеве. Она боится повторить опыт Ас-Шары. В какой-то момент в Дарнасе Тиранду посетил лидер Дренеев, пророк Велен. Он начал объяснять сходство между Элуной и Наару, но Тиранда поблагодарила его за мнение, а затем сердечно попросила, чтобы он воздерживался от таких странных заявлений. Когда находится в Дарнасе или в присутствии жрецов Элуны. Существует одна легенда, исходя из которой Тиранда наложила проклятие на ящера-охотника, когда та купалась в джунглях, а ящер посмел потревожить молодую ночную эльфийку. Ну понимаете, подглядывал за ней. Теперь этот зверь вынужден скитаться по земле Мазерота, пока не извиниться. Жаренные во фритюре бананы – любимое блюдо Тиранды, исходя из описания поваренной книги World of Warcraft. У обоих животных компаньонов Тиранда есть детеныши, доступные игрокам в качестве домашних питомцев. Ночной сторож – детеныш Доритура. А Аш-Ана – детеныш Аш-Алаха – саблезубого тигра Тиранды. Согласно разделу героя и злодея из руководства Warcraft 3-го, Тиранде было 13 836 лет во время событий Третьей войны в 20-м году. Это сделало бы ее на 1196 лет моложе братьев Ярость Бури. Трилогия войны древних утверждает, что Тиранда выросла вместе с Малфурионом, которому было всего несколько десятилетий во время войны древних, произошедшей в 10-тысячном году до нашей эры. Энциклопедия Warcraft утверждает, что Тиранда выросла вместе с Малфурионом и Иллиданом за тысячелетия до Великого Раскола. Если обобщить вышесказанное, то Тиранде сейчас примерно 12 с половиной тысяч лет, как и Малфуриону с Иллиданом. Естественный цвет волос Тиранды темно-синий с серебряными прожилками. Однако иногда она красит свои волосы в бирюзово-зеленый цвет, как видно из ее модели катаклизма. В семенах веры и военных преступлениях она снова была описана синими волосами. С тех пор, как она подверглась трансформации Ночного Война в патче 8.1, ее волосы снова стали зелеными. Тиранда была последним классическим расовым лидером, получившим новую броню и уникальную модель. В Героях Шторма есть скин, отображающий Тиранду в облике Кровавой Альфийки. Если бы Тиранда оступилась и пошла не по тому пути. Ну а перед тем, как продолжить, перервемся на небольшую рекламу. Друзья, 2 января на сервере Сирус открылся новый игровой мир Алгалон с рейтами Х4. Видели бы вы, сколько людей начало там играть. На Алгалоне распланировано поэтапное открытие контента. В первый этап будет входить на Ксрама, Собсидиановое Светилище, Око Вечности и Склеп Арковона. На втором же этапе игроки смогут пройти легендарный Ульдуар. Новый игровой мир нацелен на игроков, которые любят оригинальный клиент Лич Кинга, но при этом им нравятся особенности сборки Сируса. Такие как дополнительные расы, например Ночнорожденные или Эльфы Бездны. Третья фракция Ренегаты, которая состоит из одиночек, воюющих против всех. И The Burning Crusade Content, переработанный под 80 уровень. Также на Сирусе пвп игроков может заинтересовать новый режим арены один на один и сезонные проведения пвп турниров с большими денежными призами. Переходи по ссылке в описании и начни свой новый путь на Алгалоне. Переходим к следующему герою. Иллидан. Иллидан и его брат-близнец Малфурион родились в Ларлатиле, что в Вальшаре, и выросли в Сурамаре как друзья Тиранды. Родители Иллидана и Малфуриона погибли в результате несчастного случая за много лет до событий Войны Древних. До третьего тома Хроник было заявлено, что Леди Вайш и многие другие Наги помнили Иллидана из Войны Древних и присоединились к нему из уважения к его силам. Хроника опровергла это, заявив, что Наги действительно ответили на призыв Иллидана, но только потому, что древние боги приказали помочь ему. Если вы внимательно посмотрите на Иллидана в Warcraft 3, то заметите, по крайней мере, на одном из его клинков нарисовано лицо панды, торговая марка Сэмвайза Дидье. Но когда Иллидан превращается в демона от воздействия Гул'дана, лицо панды меняется от счастливой к сердитой. В какой-то момент Иллидан пробовал свои силы в писательстве, написав книгу под названием Изумрудный сон. Собственно, сама книга начинает друидский квест 54 уровня. Сомнительно, что текст этой книги был хорошо принят в круге Кенария и Зеленой драконьей стаи. Вдохновением для образа Иллидана послужил ранний концепт Утора Светоносного. В первоначальных черновиках Warcraft 3 Иллидан все еще был братом Фуриона, но был превращен в сатиры из-за его увлечения магией, как греческий бог Пан, изображенный в шекспировских произведениях. Эта версия казалась очень слабой, поэтому Крис Мэтсон переработал ее и изменил на то, что мы с вами видим в финальной версии игры. Иллидан не любит мурлоков и не понимает, почему некоторые люди их так обожают. Возможно, Саргерас вложил часть своей души в Иллидана, когда давал ему призрачное зрение и татуировки, точно так же, как и когда часть его души была внутри Игвин и Медива. И наш заключительный герой Малфурион Ярость Бури. Первый смертный друид на Азероте, самый преданный ученик Кенаре. Он считается пророком и спасителем своего народа, величайшим друидом, когда-либо жившим, и одним из самых могущественных существ в истории. В то время как Малфурион и Тиранда назначаются официальными со-лидерами своего народа по ее настоянию, в игре только Тиранда классифицируется как расовый лидер. Хотя Малфурион все еще является боссом, он не помечен как ПВП-персонаж и не помогает Тиранде, если на нее нападают игроки Орды. По словам Малфуриона, если бы его родители дожили до его встречи, они бы умерли от стыда за то, как скромно он одет. Малфурион пользуется большим уважением у других выдающихся персонажей в истории Варкрафт. Медив назвал Малфуриона колдорайским титулом Шан До, заслуженный учитель, во время Третьей войны, а Трал обращается к нему как мастеру Ярости Бури. Малфурион написал книгу «Энциклопедия ботаники». Малфурион – первый персонаж друидов, имеющий уникальные персонализированные формы животных с добавлением для него в патче 8.1 татуировок. Крис Мэдсон прокомментировал, что Малфурион Ярость Бури – его личный любимый персонаж в истории Варкрафта. Добытые звуковые файлы показали, что Малфурион должен был участвовать в битве за Темный берег против Натаноса, но по итогу все досталось Тиранде. На этом самые вкусные, интересные и специально отобранные факты подошли к концу. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк и колокольчик, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, про каких трех персонажей сделать следующий выпуск и обязательно загляните на Алгалон, ссылка на сервер в описании. Новое видео уже скоро! Субтитры сделал DimaTorzok